Здравствуйте, уважаемые зрители! Как же создать студию в программе ZBrush? На примере создания человека. Убираем Z-сферу. Создали ее. Сжимаем кнопку Edit. С помощью Shift выравниваем сферу. У нас зажата кнопка Draw. Теперь мы можем рисовать. Вытягиваем. Нажимаем кнопку W. И переключаемся на Move. Вытягиваем нижнюю сферу. Мы создали небольшую заготовку. Теперь как же нам создать вокруг этой заготовки студии, на основе которой мы будем рисовать человека. Нажимаем на кнопку Floor. У нас появился пол. Зажимаем Shift. Выравниваем. Переворачиваем. Натягиваем. Это все делается с нажатой кнопкой Move. Теперь на кнопке Floor маленькие есть координаты X, Y, Z. Нажимаем на них. X и зажатой же Z. Вот появилась вокруг нашего объекта студия. Теперь нам нужно добавить в нашу студию изображение. Но сначала нам нужно ее выровнять по нашему объекту. Переходим на кнопку Draw. Нажимаем в левом углу. Есть значок. На него нажимаем. Наш Draw переносится на рабочую область. Здесь мы ищем кнопку Snap. И есть уже заготовленная Snapshot to Grid. Нажимаем на нее. Наша студия выровнялась и создала фотографии нашего объекта. Спереди, сбоку, снизу. Если вам нужен вид сверху, значит просто студию переворачиваем. Зажимаем Shift. Snapshot. И есть фотография сверху. Наша задача создать человека. И мы делаем следующее действие. Во вкладке Draw есть кнопка Front Back. Нажимаем на нее. Мы здесь видим две иконки. Нажимаем правой кнопкой мыши на одну из иконок. Жмем Import. Переходим в папку, где у вас есть изображение. И выбираем Reference. Front открыть. Наш референс появился. Но он верх над нами. Теперь нам нужно его выровнять. Мы переходим на вкладку Draw. Опять-таки. И здесь есть кнопка Rotate. Нажимаем. И выравниваем. Жмем теперь в следующую иконку. Import. Back. Изображение. Back. Открываем. Оно у нас появилось с другой стороны. Тоже перевернуто. Жмем Rotate. И наше изображение подогнано. Теперь нам нужно вид слева-справа. Закрываем Front Back. Открываем Left Right. Это все на вкладке Draw. Left Right. Правой кнопкой мыши нажимаем. Import. Соображение. Left. Открыть. Оно у нас перевернуто. переворачиваем так, как нам нужно. Жмем в следующую иконку. Import. Опять импортим Left. Открыть. Оно у нас перевернулось. Переворачиваем. Теперь нам нужно его развернуть. Жмем на кнопку Flip. Теперь у нас есть изображение слева и справа. Те же самые действия можно сделать и сверху. Выравниваем с помощью клавиши Shift и начинаем создавать нашу заготовку человека. Нажимаем на кнопку Scale. Вот она. Горячая клавиша E на английской раскладке. и скилим нашу будущую голову. Продолжаем моделировать. Горячая клавиша E создаем голову и шею. И шею. Примерно подогнали. создаем очередную Z-сферу. Нажимаем на кнопку Queue и мы переходим в редактирование создания объекта. Здесь наш объект расходится в стороны на плечевой пояс. Зажимаем кнопку X и переходим в режим отзеркаливания. Жмем на кнопку Queue создаем два объекта выключаем отзеркаливание и выравниваем наши сферы. Выравниваем наши сферы. Увеличиваем центральный объект. и таким образом создаем нашу заготовку. Или же можно создать нашего человека кнопка Edit поле Mesh3D. автоматически подгрузилась наша студия. Переворачиваем с помощью кнопки Move Rotate нашего объекта. перевернули. Теперь разворачиваем нашу студию. Переходим во вкладку Draw. Ищем кнопку Snapshot To Grid. Нажимаем. Наша студия выравнилась и создала сразу же фотографии нашего человека. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.